Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Александр выходит из своего биоробота, становится рядом. И если в его биороботе находятся чужеродные голограммы или копии, все это выходит и становится рядом. Нет у него голограммы, он на ноге кого-то тащит. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он доверит, он на ногу показал. Что там на ноге, посмотри Вера. Там то ли черт, то ли демон висит. За ногу держится. Сил моего намерения отправляют демона или черта в клетку. Что там висит? Да будет так, а так и есть. Это бес. 8 герд. Бес. Удивлен тебя увидеть здесь. Ты хотел встречи со мной? Он говорит, что он ускользает от меня. Вот эта вся картина вообще, как будто бес его догоняет и делает подходы к нему. И у него получилось, раз он в нем. Бес, в твоих интересах сейчас рассказать полностью все ситуации. На что ты зашел? Когда ты зашел? Он показывает ему навязчивые идеи, возвращаясь домой купить алкоголь. Вот как. И сколько раз такое случалось? Бес. В смысле он покупал алкоголь от твоих навязчивых идей? Несколько подходов делал. До вас работали. Значит он сколько раз выпивал, скажи мне? Ты точно должен знать. Он говорит, что я с ним два раза выпивал. А сколько вы выпивали? Он показывает как границу черту. Да. И много не выпивали. Сегодня выпит, а утром жалеет. Это и есть мои подходы. Утром не хочет. А вечером с работы ты там включаешь свою полностью программу, да? В определенное время. Значит вы два раза с ним выпивали. Это были большие количества алкоголя или маленькие количества? Нет, небольшие. Небольшие. Но приятные. Приятные для тебя. Он же потом жалел утром, правильно? Так всегда происходит. Абсолютно верно. Это и есть черта. Это и есть черта. Хорошо. Скажи, как? В этом случае мне нечего тебе сказать. Я не буду на тебя воздействовать. Как я обычно делаю, когда кто-то незаслуженно входит. Ты вошел на свою чистоту. Но ты должен мне сказать, как ему избежать твоего подхода. Никак. Вернее, никак. Хорошо. Вырабатывать силу воли в себе. Подходы будут. Я полагаю так, что ему стоит вот это пригубить чуть-чуть, и ты уже здесь как здесь или как? Или это даже твоя работа? Можно так от этого исходить? Есть люди, у которых есть зависимость. Дальше. Я скажу по-другому. Давай. Если ты утром жалеешь об этом, это значит не твое. Отлично. Это принижает тебя и твои вибрации до моего уровня. А дальше разбирайся сам. До восьми герц. Все понятно, хорошо. Я считаю сейчас, сколько у Александра, какая чистая вибрация? Вернее, сколько у него энергии и какая чистая вибрация на настоящий момент? Семьдесят и двенадцать. Семьдесят и двенадцать герц. А как тебе двенадцать герц? Ты восьми герцовый. Тебе там не жарко? Он говорит, что мне главное зайти на мою чистоту. Хорошо. Скажи мне, Бес, как долго, сколько дней ты сидишь в его биополе? Когда ты подцепился? Точно. Десять дней уже. Десять дней. Хорошо. Александр, посмотрите, что вы десять дней назад делали приблизительно. И вот вы можете сопоставить ответы Беса, который зашел на свою чистоту. Вы выработали чистоту Беса. Вы знаете правила. Они вам говорили, подходы будут всегда. Или вы это победите, или они победят вас. Третьего не дано. Вы это понимаете, Александр? Он говорит, все понимаю. В чем-то он прав. В том-то и дело. Если бы он зашел незаслуженно... Так себя я ощущаю на утро. Зачем? Хорошо. Но он дал вам очень хороший совет. Если вы себя ощущаете, это у вас уже есть ответ. Вы сделали уже неправильно. Избегайте этого состояния, чтобы утром иметь это ощущение. Не делайте определенные вещи. И их не будет. Все очень просто. Вам не надо что-то делать. Вам надо что-то не делать. Это намного легче. Говорит, я понял. Я учусь. Безусловно. Хорошо, Александр. Все. Хорошо. Бес. Что ты оставил в биополе, Александр? Есть у тебя что-то еще? Ну, вот эта ситуация опять показывает, что он висел на ноге. Как будто в догонялке играл с ним. Ну, у них все игрушки. Это понятно. То есть, он избавит. Александр избавиться от него хочет. Он из последних сил держится. Александр может его скинуть. Если он захочет. Я скажу так. Все в его руках. Хорошо, Бес. Значит, у тебя есть что-то в его биополе или нет? Я так и не понял. Нет. Значит, тогда буду. Включая, Александр, внутренний белый свет. И весь негатив, все патогены, все негативные мысли, все мысли в форме связаны с алкоголем. Один, два, три. Начинает выходить и формироваться шар перед ним. Один, два, три. Готово. Хорошо. Большой шар? Там без энергии, видимо, он понижал вибрации. Конечно. Открываем под ним портал в галактическое ядро под этим шаром. Он налетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, Бес, я тебя буду отпускать, но я тебя предупреждаю в следующий раз, если мы встретимся опять с тобой, и он не потреблял алкоголя, а ты все равно к нему прицепился, я тебя отправлю в галактическое ядро. Без разговоров. Если ты хоть одну ошибку сделаешь и зайдешь не без причины. Тебе это понятно? Да, понятно. В этом случае мне нечего тебе сказать. Он выпил, ты зашел. Если ты зайдешь, когда он не выпьет, и он мне об этом скажет, и я тебя случайно найду, на этом заканчиваются наши все взаимоотношения. Все понятно. Он говорит, а все не так было. Сперва я попросил его выпить, потом он выпил, потом я зашел. Я понимаю. Я не забираю тебя право просить его или не просить пить алкоголь. Меня интересует только его реакция. Если ты просил его, он не пил алкоголь, а ты все равно сидишь у него на ноге, то это нарушение правил. Если он выпил, и ты сел ему на ногу. Я тебе ничего не могу сказать. Все понятно? Да, понятно. Хорошо. Открываю внизу. Подхожу к Александру. Вернее, даю ему команду на счет 3. Он делает импульс высокоаббрационного шокового удара и сжигает канал к Бесу на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигается канал. Готово. Получилось у него нормально? Да. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Остатки улетают этого канала в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Бес, отпускаю тебя. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. И Бес уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывая, опечатывая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Александра под ногами. Скэнер сканирует Александра и находит все. У него мысли много разных. Перферентов нет больше. Мысли. Какие мысли? Энергетика. Какая у них мысль? Негативная. Александр, давайте попробуем сейчас так. Вы знаете, вы уже пробовали наверняка сбрасывать негатив из своего биополя. Давайте сейчас я буду говорить вслух команды, а вы будете их исполнять и параллельно запоминать, как это все делается правильно и наблюдать за своей реакцией. Хорошо? Хорошо. Хорошо. И я включаю Александру сейчас внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три. Александр начинает выдавливать из всего своего биоробота, из каждой клеточки, все негативные, все патогенные, эмоциональные энергии, все мысли, все мысли формы, все тяжелое, все негативное начинает выходить как нити и формироваться в шар перед ним. Ой, все туда в этот шар уходит. Да, будет так и так и есть. Наблюдайте за этим шаром, как он крутится в мыслях, ментально. И останавливается автоматически, когда все будет выведено из биополя Александра. У меня какие-то грустные мысли и вопросы без ответов, догадки какие-то. И вот это все, оно как между телами откладывается у него, он никуда не уходит. Надо сбрасывать такие вещи, если он понимает, что они грустные, он понимает, что они понижают его энергетику. Надо что-то делать. Шар намотался. Большой, Вера? Мяч. Мяч. Хорошо, Александр, вы видите этот мяч? Ну, он говорит, я пробую, но пока так не получается. Вы должны себе его, даже если вы не видите его, с закрытыми глазами, вы должны просто знать, что он там находится. Может даже контуры его получится у вас увидеть. Может какие-то тени. Вот у каждого по-разному. В зависимости от того, насколько вы раскачаны в плане визуализации. У людей с визуализацией, которая ее развивает, представляет себе различные предметы и так далее, это очень хорошо получается. Поэтому я рекомендую вам сразу же и визуализации попробовать, потренироваться. И когда вы собрали этот шар, вы даете следующую команду. Когда вы знаете, что он там находится, и открывается портал в галактическое ядро на счет три под этим шаром. Один, два, три. И шар уходит в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Один, два, три. В этот момент шар улетел сейчас в галактическое ядро. И вы даете команду, закрываю, опечатываю, растворяю. Это надо сделать, потому что портал остается открытым. Все. Он говорит, что вроде бы я все это знал, но вот про визуализацию это хорошее напоминание, я буду развивать. Без визуализации вы ничего не сможете сделать. Мы все работаем с визуализацией. Все, что мы можем себе представить, мы и получаем. То же самое вы можете представить, пользуясь визуализацией и себе что угодно. Как хорошее, так и плохое. Не забывайте. Хорошо, Вера. Так, давай заправим его энергиями. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии, качества и вибрации ему нужны. 427. И на счет 3 в макушку головы Александра начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. Один, два, три. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета начинает поступать в биополе Александра, распределяясь по тонким телам. Частота его вибраций поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать Александра назад в биоробот И. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот Душа. Заводим, подключаем его к каждому органу каждой клеточке каждой извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Информация идет какая-то, что он забывает, что у него есть крылья. И он может этот негатив и мысли вот эти какие-то сбрасывать. То есть крыльями вот так сбрасывать. Это ему говорит его куратор, ангел. Поэтому Александр должен прислушаться к этому. И представьте, как он крыльями может сбросить с себя все это. Это и называется уверенность и осознанность. Насколько вы верите, настолько крепче ваши крылья. То есть, ну, не идет картинка, что он едет домой и думает заехать за выпивкой. И в этот момент нужно вспомнить, что у него есть крылья и сбросить эти мысли. Отлично. Замечательный совет благодарим кураторам. Это не только к выпивке, относится к любым мыслям. То есть он должен ловить себя на том, что у него вот то грусть какая-то приходит, что ли. И он ее может сбрасывать. Крыльями может даже сбрасывать. Отлично, Александр. Теперь вы все поняли. Когда вы получаете ощущение этой грусти, вы всегда сможете ее скинуть и отогнать от себя. И все. И никакой бес к вам не приблизится. Условия вы знаете. Отлично. Хорошо. Отключайся от Александра и поднимайся в свою комнату диагностики. Дайана Мистик. Условия Условия Ревéra dokład. Прогнал теги. Прой parti. Субтитры создавал DimaTorzok